здравствуйте подписчики и гости канала рад приветствовать вас хотел поздравить вас с наступившим новым годом и рождеством христовым всего вам наилучшего здоровья благополучия новых возможностей и много-много другого чтобы всегда все получалось в жизни и чтобы этот год был лучше чем предыдущий чтобы от коронавирус наконец-то прошел чтобы все кто болел вы сдали же все было нормально потому что все это уже надоело честно говоря но будем надеяться на лучшее в данном ролике я бы хотел бы вам рассказать про минерал лакомарин расскажу про его свойства условия нахождение места нахождения месторождения и все минералы с которыми он встречается то есть спутники все это мы рассмотрим через несколько минут данном ролике после небольшой рекламы теперь давайте начинать рассмотрение ролик создан при поддержке магазина самоцветы пересылка товаров осуществляется в пределах всей украины все ссылки на социальные сети вы найдете ниже в описании под видео а теперь давайте приступать к рассмотрению темы ролика аквамарин голубой или зеленовато-голубой прозрачный берилл цвет которого можно сравнить с цветом воды тропического моря от латинского аква вода и мар море данное название впервые ввел биотиус добоот аквамарины из различных месторождений отличаются окраской под небесно-голубой до темно-синий так по сведениям александра евгеньевича ферсмана для русских аквамаринов характерны разнообразные оттенки синие тона свойственны кристаллам урала и забайкалия зеленовато-синие кристаллам ильминских гор известны находки аквамаринов в пигматитах волыни украина прекрасного качества голубовато-зеленые и голубые аквамарины добывают в бразилии штат минас жирайс известны они и в республике мадагаскар во многих штатах сша в мьянме индии швиланке южной африки танзании аргентине китае норвегии и ирландии окрашены аквамарины обычно равномерно однако в некоторых кристаллах наблюдается зональное распределение окраски так александр евгеньевич ферсман описал аквамарины с желтоватым ядром и голубовато-синеватой периферийной зоной окраска аквамаринов обусловлена и замокленным вхождением в структуру берила ионов двухвалентного феррума и трехвалентного феррума аквамарины как правило не содержат щелочей плеохризм особенно у кристаллов окрашенных в голубой или синий цвет выражен отчетливо показатель определения н и голубой н о зеленовато-голубой до бесцветного распределение н о меньше н и формула бейли 3 алюмини 2 радикал c6 о 18 цвет светло-голубой голубовато-зеленый зеленовато-синий или серо-голубой цвет черты белый блеск стеклянный прозрачность прозрачен до непрозрачного твердость 7,5-8 спальность отсутствует раковисты и неровный излом хрупкость хрупок плотность 2,67-2,71 грамм на сантиметр кубический сингония гексагональная показатель при ловлении меняется от 1,577 до 1,583 кристаллы длинно столбчатые шестигранные призмы аквамарин не типичен для ювелирных украшений античности и средневековья при сомнительно высоком уровне металлообработки навыки огранки драгоценных и полдрагоценных камней не были развиты что не позволяло раскрыть потенциал прозрачных минералов известны отдельные примеры диаметрических украшений с использованием аквамаринов в обработке кабошон и диаметрические резные геммы в средние века драгоценные камни также имели простейшую огранку кабошон в минералах ценился в первую очередь яркий цвет особенно ценными и популярными были синие сапфиры рубины и красные гранаты в 18 веке появляется стиль рукуко с любовью к светлым постельным тонам в первую очередь голубому и розовому аквамарин вместе с разноцветными топазами начинает ходить в моду примерно в то же время достигается прогресс в огранке и впервые в европейском ювелирном искусстве появляются бриллианты наибольшая популярность аквамарина в ювелирном искусстве приходится на первую половину 20 века и стиль ар-деко льдистая прозрачность и холодность позволили аквамарину стать одним из излюбленных материалов ювелиров эпохи ар-деко наряду с бриллиантами рубинами сапфирами изумрудами и черным ониксом аквамарин хорошо смотрится популярны в те годы прямоугольные огранки таблица или багет бесцветные бриллианты и черный оникс подчеркивали его льдистый цвет и лаконичную строгость аквамарин активно используется в ювелирных украшениях и в настоящее время иногда встречаются кристаллы аквамарина очень больших размеров в бразилии штате минон жирайс найден один из крупнейших аквамаринов массы 110 килограмм и длиной 48 с половиной сантиметров голубая окраска этого кристалла сосредоточена в центральной зоне периферийная зона окрашена в светло-зеленый цвет и промежуточная в желтовато-зеленый одна часть кристалла массы 6 килограмм находится в музее нью-йорка из второй части получены ограненные камни прекрасного качества крупный аквамарин массой 82 килограмма был найден в 1796 году в восточном забайкалье красивые сине-зеленые аквамарины длиной 19-20 сантиметров были обнаружены в 1843 году в эльменских горах на алтай найдены аквамарины длиной 61 и шириной 15 сантиметров в бразилии помимо описанного выше встречены такие кристаллы аквамарина как марта роха масса 34 килограмма кристаллы 22,3 22 10 и 5 десятых килограмма из охраненных аквамаринов следует упомянуть камень массой 900 карат из индии и камень с бриллиантовой огранкой массой 130 и 3 четвертых карата из северной америки помимо характерных для всех берилов газово-жидких включений в аквамаринах иногда наблюдаются твердые включения белого цвета называемые хризантемами и снежными знаками эти включения могут служить диагностическим признаком в ювелирных изделиях очень трудно отличить аквамарин от природного голубых топазов синтетических шпинели и кварца а также от стекла кроме того иногда в качестве имитации аквамарина дублиты отличать имитацию следует по физическим свойствам и включениям у аквамарина возможен астеризм и эффект кошачьего глаза определенные трудности при диагностике природных аквамаринов возникают связи с тем что голубая окраска у берилов может быть вызвана нагреванием зеленоватых и желтоватых берилов до температуры 400 500 градусов цельсия она устойчива и без специальных исследований ее нельзя отличить от природной кроме того бесцветные розовые берилы после гамма облучения или нейтронного облучения приобретают глубокий сафирово и кобальтово синий цвет однако эта окраска неустойчиво быстро исчезает при дневном свете или нагревании синтетический аквамарин в промышленных масштабах не производят экономически нецелесообразно аквамарин драгоценный ювелирный камень относительно большое продолжение сырья приводит к тому что отстребованы прежде всего крупные камни массой свыше 10 карат темно-голубого цвета для достижения этого эффекта большая часть камней после огранки подвергается прокаливанию до 400 500 градусов цельсия или облучению при этом в результате восстановления трехвалентного железа происходит изменение цвета например с изеновато-голубого на голубой оценка качества камней для ювелирного производства учитывает размер кристалла наличие трещин и включений наибольшую ценность на международном рынке представляют ограненные камни свыше 3 карат интенсивно-голубого цвета наличие трещин и включений уменьшает стоимость на 60-70 процентов крупные экземпляры находятся в коллекциях британского музея американского музея национальной истории сенсоновском институте крупные коллекции аквамаринов находятся также в россии и иране турции украинский охраненный аквамарин массы 139 граммов или 695 карат находится в салоне цветные камни в москве данные 1905 года где находится данный образец в настоящее время неизвестно аквамаринами украшали царские короны использовали в качестве линз для очков первые линзы датируются 1300 года самые крупные из известных ограненных камней в весе 2594 карата или 518,8 грамма один из крупнейших 184 грамма или 920 карата ограненных аквамаринов вставлен в корону английской королевы огранят аквамарины обычной ступенчатой огранкой или клиниями при прямоугольной или овальной форме но наиболее часто применяется изумрудная огранка встречаются аквамарины в миороловых пигматитах и в некоторых грейзинах спутники кварц альбит натрий радикал алюминий c3 о 8 микроклин калий радикал алюминий c3 о 8 слюда топаз алюминий 2 радикал co4 фтор о h дважды турмалин иногда полуцит цезий заморф на натрий радикал алюминий c6 на n h2o корунт алюминий 2 о 3 циркон цирконий радикал co4 шпинель магний алюминий 2 о 4 касситерит станом о 2 вольфрамид феррум из заморф на марганец радикал вольфрам о 4 молебденит молебден с 2 и прочие минералы большое спасибо за просмотр данного ролика также не забывайте ставить лайки подписываться нажимать на колокольчик пишите комментарии задавать вопросы я постепенно делаю ролики по тем темам которые вы не пишите в комментариях поэтому можете в комментариях пополнять писать новые темы также я планирую также новые ролики по разным темам по горным породам и прочему то есть и по картам все это постепенно буду ходить на канале набейтесь терпением все будет так что всем спасибо всем пока увидимся в следующем ролике с вами был ярослав нэк а